То, что периодически бывшие миоцумовцы, которые 30 лет, вели армянский народ катастрофе, стараются вновь залезть на политическую сцену, не новость. Именно они развалили экономику, ввергли Армению в пропасть. По их вине, Армения оказалась в блокаде. На фоне тотального обнищания армянского народа, Кочаряно-Сарксянская свора, превратилась в долларовых миллиардеров. Об этом Аххар Ас, сказал азербайджанский историк Кемран Рустамов. По его словам, эти старожилы сегодня на фоне происходящих в мире тектонических процессов замахиваются уже на все тюркское сообщество. Но вначале обратим внимание на их ведение нынешних армяно-азербайджанских отношений. В интервью армянским СМИ, руководитель Демократической партии Армении, Арам Саркисян сказал, что якобы нынешняя позиция Азербайджана на переговорах с Арменией не имеет ничего общего, с той самой реальностью, с той самой фактурой, которая была выработана на протяжении двух с лишним десятков лет историками, политиками и дипломатами. Этот, в кавычке демократ, надеялся лет еще 40 просидеть в карабахском мешке. Оказывается, что мировое сообщество, и не знает, что те самые аспекты международного права, на которые следует опираться как мировому сообществу, так и всем международным организациям, создают для этого железобетонные основания. Может и не стоит обращать внимание на некоторых так называемых армянских политиков, которые нуждаются в соответствующем лечении. Но вызывает удивление, что эту дребедень размещают ведущие российские СМИ. Отметил Рустамов. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.